Украинцы и россияне никогда не были братьями. Ярчайшее доказательство этого – явление холопства. Порабощение одних людей другими, как явление, встречается практически у всех народов мира, в основном на ранних этапах истории. Юридически оформленное рабство существовало в давние времена и в Украине, и в России. При этом оно сильно разнилось в деталях. И вот в этой разнице и есть одно из главных отличий русских от украинцев. Рабство на Москве развивалось особым, простым путем. Таким же простым, как мышление начальника российского генштаба Герасимова. Государственное учреждение, официально занимавшееся делами холопов, возникло в момент рождения Московии из Лона Золотой Орды в конце XV века. До царствования Ивана Грозного на Московии в рабов обращали рожденных в семье холопов, пленных, должников, продавшихся или добровольно перешедших в холопство. Иван Грозный отменил холопство для уголовников, поскольку к ним применяли иные виды наказаний. Из пленов холопы попадали исключительно иностранцы и находились в неволе до смерти господина. Дети пленников освобождались от принадлежности к рабскому сословию, хотя фактически эта норма закона не действовала. Принадлежность к холопству освобождала порабощенного от тягла, уплаты налогов и военной службы. Поэтому среди московитов оказалось много любителей дармовщины, желавших обменять свободу на освобождение от обременительных обязанностей. В холопы охотно записывались даже небогатые дворяне. Холопы, попавшие в рабство по суде, обязывались личной службой кредитору гасить проценты на основную сумму долга. В случае непогашения долга и процентов они превращались в рабов до смертного часа или до барской прихоти милостиво даровать волю должнику. Со временем количество холопов стало угрожать финансовой стабильности Москве. Чтобы уменьшить вымывание потенциальных плательщиков, налогов и военнослужащих, царский указ 1556 года запретил забирать в кабальное холопство лиц младше 15 лет, что, в общем, не повлияло на общую тенденцию. Среди холопов в Москве существовала иерархия в виде разрядов. Высшим слоем считались большие холопы, управленческий персонал барского хозяйства, ключники, управляющие и им подобные. Излишне говорить, что таких холопов насчитывалось немного, но именно они владели имуществом, впрочем, без каких-либо правовых гарантий. Остальные холопы, занимавшиеся физическим трудом, считались меньшими, малыми. В зависимости от пути к рабству холопы делились на полных, кабальных, порабощенных за долги, подробных, оформленных письменным соглашением, приданных, полученных господином по соглашению, духовных, полученных по завещанию, и купленных. Формально закон их различал, но фактической разницы не наблюдалось. Существовали даже боевые холопы. Боярский ЧВК Вагнера тех времен. Законы ограничивали барское право наказывать холопов смертью или увечьем, но в реальной жизни рабовладельцы не часто несли ответственность за посягательство на жизнь и здоровье рабов. Во время Великого Голода 1603 года царизм обязал владельцев кормить подвластных рабов, но в большинстве случаев закон не выполняли. Сегодня свидетели секты «Один народ», считающие украинцев просто неправильными русскими, обязательно спросят, мол, а что, на вашей Украине не было холопства? Мы же один народ, и у нас одна история. А вот и нет. История у нас разная, и в части холопства особенно. Рассказываю по порядку. Как обстояло с невольничеством в Украине? На украинской территории институт холопства существовал в Древней Руси во времена господства Золотой Орды. Основными источниками пополнения холопских рядов служило долговое рабство или пленные иноземцы. Дети наследовали статус родителей. Только в седой древности наблюдается совпадение законов Руси-Украины о рабстве с соответствующими нормами ее северо-восточных колоний в Залесье, где впоследствии возникло Московское княжество. Как только земли Руси обрели свободу от Ордынского ига в независимом Великом княжестве Литовском, Русском и Жимайтийском, а Залесье осталось в составе Золотой Орды, холопство в каждом государстве пошло разными путями. В Украине европейским, а на Московии своим особым. Напомним, что в те времена Литвой называли современную Беларусь, Русью – Украину, Жимайтией – часть территории современной Литвы. Исконное имя страны теперешних русских – Московия, а их посконное название – Московиты. В Великом княжестве Литовском холопы находились в услужении частных лиц. Государство регулировало их отношения с законами. В основном невольниками были домашние слуги или бойцы личного отряда шляхтича. Никаких специальных госучреждений, занимавшихся холопьими делами, не существовало. Устав ВКЛ 1529 года упразднил пожизненное холопство для всех рожденных свободными, оставив всего четыре источника рабства – рождение в семье холопа, брак с невольником, плен, наказание за преступление. Устав 1566 года запретил пожизненное рабство как явление. Устав Великого княжества Литовского 1588 года окончательно упразднил любые виды рабства вместе с самим понятием «невольник». На смену рабству пришло крепостное право. К середине XVI века в крепостной зависимости находилось около 20% населения Украины. В ответ на усиление крепостного гнета последовала череда казацких восстаний, завершившихся войной Хмельницкого, уничтожившей крепостничество в Украине. Часть Украины попала под власть Московии, крепостной строй которой находился в остром противоречии с казацкими вольностями Гетманщины. Методично, шаг за шагом царизм принялся уничтожать казацкие вольности и права посполитых крестьян. Екатерина II ввела крепостное право в Украине, но ненадолго. Например, дед Тараса Шевченко родился свободным человеком, а сам великий Кобзарь дожил до полной отмены крепостного права в Российской империи. Вопреки ожиданиям россиян, недолгое крепостное право на территории Украины не взрастило в украинцах рабский дух, а, наоборот, стимулировало волю к сопротивлению. На смену вооруженным выступлениям, таким как восстание крестьян в турбоях или выступление букских казаков, пришли новые формы борьбы в виде национально-культурного возрождения украинской нации, завершившиеся в итоге в начале 20 века созданием независимого государства Украинской Народной Республики. Москва ответила вооруженной интервенции, почему-то назвав захватническую войну против независимой Украины гражданской. Поражение в войне с Россией дорого обошлось украинской нации. За беспределом военного коммунизма последовали голодоморы и масштабный государственный террор. Российские коммунисты ввели на всей подконтрольной территории СССР изощренную форму крепостничества – колхозный строй. Крестьян вновь прикрепили к земле, отобрали паспорта, восстановили барщину, труд за галочку труда дней, с мизерной оплатой, заставили платить оброк в виде обязательной сдачи продуктов государству и уплаты огромных личных налогов. Дисциплину в колхозах держали ежовые рукавицы коммунистических опричников – чекистов. Наступлению на права и свободы украинцы противодействовали вооруженными восстаниями. Обиженные в лучших чувствах братской любви россияне пренебрежительно, точнее с намеком на оскорбление, называли вольно-любивых украинцев по имени руководителей наиболее значимых выступлений. Украинцев называли то мазепинцами, то петлюровцами, ну и, конечно же, бендеровцами. Стоит ли говорить, что для свободолюбивых украинцев эти прозвища служили предметом гордости? Как видим, рабство в Украине никогда не имело глобального характера. Его история во многом сходна с развитием аналогичных явлений в других европейских странах, если не считать повторного закрепощения крестьян российским царизмом. На все попытки закрепощения иноземной властью украинцы отвечали вооруженными выступлениями. Борьба за свободу продолжается и по сей день. На Московии все складывалось совершенно иначе. Вскоре после освобождения от власти Золотой Орды московские властители создали холопий приказ, занимавшийся вопросами холопства, увольнением, сменой собственника, кабальными сделками, преступлениями холопов и тому подобными делами. В 1586 году царизм приказал взять на учет всех кабальных холопов, то есть сделал их статус официальным на государственном уровне. Сравните эту дату со сказанным ранее, что в 1588 году в Великом княжестве литовском рабство упразднили вместе с юридическим понятием невольник. Последний год царствования Федора Ивановича ознаменовался указом, обрекавшим кабальных холопов вместе с семьями оставаться порабощенными до смерти господина, который имел право отказаться от предложенного невольниками выкупа. В начале смутного времени вышел указ, обязывавший рабовладельцев отпускать на свободу девушек старше 18 лет, парней старше 20 лет, а также вдовиц, не состоявших в браке более двух лет. Также освобождению подлежали пленники, сумевшие бежать, холопы господина, изменившего царю, крещённые холопы некрещённого хозяина. Из-за смуты этими требованиями сплошь и рядом пренебрегали. Холопам запрещалось иметь в собственности землю и другую недвижимость. Права рабов на движимое имущество никем и ничем не гарантировались. Параллельно с трансформацией холопства набирало обороты крепостное право. На заре появления московского государства судебник 1497 года ограничил возможность перехода крестьян от одного землевладельца к другому единственным сроком в году неделей до и неделей после 26 ноября Юрьева дня осеннего. После смерти Ивана Грозного действие права временно приостановили, так никогда и не возобновив. Соборное уложение 1649 года ликвидировало давно не работавшее право Юрьева дня, окончательно утвердив крепостное рабство. Для увеличения налоговой базы царизм взял курс на обложение холопов тяглом. В царствование Федора Романова холопов, ранее не облагавшихся налогами, приравняли к тягловым крестьянам. Как утверждают царские документы, холопий приказ слили с судным, где он продолжил функционировать в виде холопского стола. Но во время стрелецкого бунта, последовавшего за смертью царя Федора, стрельцы уничтожили холопий, как бы уже не существовавший, и стрелецкие приказы, и ликвидировали все кабальные записи. После подавления стрелецкой вольницы царизм восстановил холопий приказ, который в 1704 году царь Петр снова соединил с судным приказом. Авантюры Петра I опустошили царскую казну. Для ее пополнения царизм искал новые источники денежных поступлений. Резолюции на докладные пункты генерала Чернышева от 19 января 1723 года царь приравнял всех холопов к налогоплательщикам. С этого времени все крестьяне делились на государственных и крепостных, то есть открытое рабство в московском государстве упразднили всего лишь 300 лет назад, но для того, чтобы воскресить его в более совершенной форме крепостного права. Крепостные платили налоги, рекрутировались в армию, и одновременно их можно было продавать, менять, хлистать розгами, использовать для постельных утех и так далее. Как же это удобно и как это по-русски, правда? В отмене холопства, как и во всех дальнейших подобных реформах, российская власть преследовала лишь одну цель – усовершенствовать формы эксплуатации подвластного населения. Стоит ли удивляться, что после отмены крепостного права состояние крестьян лишь ухудшилось, что в конечном итоге повлекло за собой крушение самодержавия. После отмены крепостного права барин уже не мог обменять крестьян на борзых щенков, но осталось барщина и оброк в качестве арендной платы за землю помещику, сохранилась порка, к ним добавилась выплата царю-батюшке выкупа за землю. Недоимки по этим обязательным платежам легли на крестьян тяжелейшим бременем. Воспользовавшись народным недовольством, подсуетились бомбисты, террористы и прочие революционеры. Народовольцы и их идейные наследники, втайне лелеявшие мечту о новых цепях тоталитарного рабства, устроили охоту на царя и слуг государевых. В конце концов, экстремисты добились своего. После большевистского переворота Россия заолела лозунгами «Вся власть советам, даешь красный террор». Лидер и демон большевистской революции Лев Троцкий не скрывал намерения загнать все население СССР в трудовые армии. Эдакий глобальный гулаг. На фоне его проекта масштабного порабощения страны советов Сталин выглядит Троцким на минималках. После крушения царизма и свержения временного правительства эксплуатация населения вышла на качественно новый уровень. Большевистская контрреволюция отменила все достижения февральской революции. Коммунистическая неволя достигла апогея в прямом восстановлении рабского труда в концлагерях гулага и крепостного права в колхозах. Колхозный строй, порабощенное население, прочно отождествило с правящей партией и именовало ВКПБ второе крепостное право большевиков. В сталинские времена рабство вернулось не только в деревню, но и активно возрождалось в городе в виде запрета рабочим менять предприятие по собственному желанию вкупе с драконовскими наказаниями за малейшие нарушения трудовой дисциплины. До последних дней Совдепии угнетением в виде дедовщины и землячеств советские офицеры управляли бойцами советской армии. В стройбатах или перманентных битвах за урожай солдат принуждали к рабскому труду за казенные харчи и жизнь в казармах. Зачастую эксплуатация советских вояк не имела иного смысла, кроме чистого измывательства. Уважаемый зритель, вы думаете, рабство на России кануло в лето вместе с колхозами и СССР? Как бы не так, Совдепия умерла, но рабство живет и процветает. В докладе Международной правозащитной организации Walk Free Foundation Global Slavery Index в 2013 году в РФ насчитывалось более миллиона рабов, что в процентном соотношении с общим количеством населения составляет 0,73%. Вы спросите, откуда в 21 веке в России рабство и не может этого быть? Пожалуйста, я оставлю ссылки на источники в описании. Справедливости ради скажу вам, что в последующие годы отчеты правозащитников показывали несколько меньшие цифры. За 2018 год в рабстве в России находилось около 800 тысяч человек. По количеству рабов Россия находится на первом месте в Европе. Кстати, у нас на Патреоне есть видео на этот счет. Обязательно посмотрите, ужаснетесь. Я оставлю ссылку на Патреон в описании и первом комментарии. Российская Википедия сообщает, по оценке экспертов Международной организации труда, трудовое рабство является наиболее распространенной формой рабства в России. На Дальнем Востоке России в ряде отраслей, включая сельское хозяйство и рыболовство, на условиях долговой кабалы и принуждения используется мужской труд. Рабы, включая мужчин, женщин и детей из России и других стран, принуждаются к рабскому труду в России, включая работу в строительной отрасли, в текстильной промышленности, а также в сельском хозяйстве. Власти РФ не стремятся устранить проблему, видимо, считая рабство важной духовной скрепой России. Идущий в ад ищет попутчика, гласит суфийская мудрость. Многовековое пребывание большинства населения в рабском статусе не прошло даром для россиян. Многонациональный народ хранит дух неволи. «Страна рабов, страна господ», сказал Россий Классик. Предел мечтаний, чтобы весь мир жил хуже, чем они. Однако население РФ стремится достичь этого, не улучшая свою жизнь, а ухудшая чужую. В этом главная тайна загадочной русской души. Ради ее притворения в жизнь променяли уникальную возможность использовать огромную нефтегазовую прибыль для развития экономики, высоких технологий и повышения уровня жизни россиян. Променяли все вот это на войну за возобновление СССР. Они грозились дойти до Берлина, как в 45-м, но на пути боевых холопов ЧВК Вагнера и кабальных контрактников, воюющих ради выплаты ипотеки оказались украинцы, потомки вольных казаков, впитавшие любовь к свободе с молоком матери. Поражение Российской империи в Крымской войне в середине 19 века стимулировало отмену крепостного права и еще ряд реформ, ограничивших царский авторитаризм. Поражение РФ в войне с Украиной может дать россиянам шанс построить государство без господ и холопов. Весь ход истории говорит о том, что это наиболее вероятный вариант развития событий. Единственная проблема в том, что этот процесс может быть очень сильно растянут во времени и пока россиян ждут далеко не лучшие времена. Российскому холопу не удастся отсидеться на диване во время того, как его царь ведет самоубийственную войну в Украине. Вся тяжесть ситуации ложится именно на покорные холопьи плечи и ему на его диван уже прилетает и в прямом и в переносном смысле этого слова. Но такова уж участь холопа на Московии и главное его отличие от свободного украинца. Слава Украине! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова